Привет всем, друзья! Вы на канале Фартовый Коллекционер. И сегодня понедельник, а вчера у нас состоялась встреча коллекционеров в Харькове. Я в этом выпуске покажу вам, какие я сделал приобретения, что приобрел на этой встрече. И потом я заехал в лавку удовольствия к Александру и встретился там с блогерами, нумизматическими блогерами. Как прошла эта встреча и как прошел слет коллекционеров, встреча коллекционеров в Харькове, смотрите в этом выпуске. Это обычная монета, ну казалось бы, самая распространенная, но у нее там тираж 100 миллионов. Но в таком состоянии она редкая. Небольшие, конечно, потертости, но в целом монетка в очень хорошее состояние. Ты видишь? Ребята, ссылка в описании. Набор можно собрать за такие копейки. И еще в этом выпуске я хотел вам порекомендовать Дмитрия и его канал Обзор Монет. Он снимает видео с обзорами редких монет СССР, так и Украины. Я оставлю ссылочку на его канал в описании. А среди тех, кто подпишется на его канал и напишет здесь комментарий, я разыграю 50 гривен на любую вашу карточку. Как только его канал наберет 250 подписчиков, это совсем мало. Я разыграю эти деньги. Давайте поддерживать молодые нумизматические каналы. Ссылочка на канал будет в описании. Обязательно перейдите, подпишитесь и оставьте комментарий, что вы подписались. Я разыграю эти деньги. Давайте поддерживать нумизматику вместе. Итак, ребята, вот такие тут можно посмотреть монетки Украины по разновидностям. И гляньте, кого я встретил. Миша Нумизматикс ТВ. Привет, ребят. Напишите в комментариях, кто подписан на Мишин канал. Передайте привет, а то у него что-то давненько роликов не было. Может, вы смотивируете его. Ты сейчас по темам не советских монет, да, пошел? Собирает нечастые пяточки. Вот 35-й год, 37-й. А вот очень мне интересно, вот как формировались полицейские тиражи? То есть мы фактически не знаем, да, какой тираж советской такой монеты? Столько времени прошло, и коллекционеры уже определили, что вот это часто встречается, это реже встречается. Во всяком случае, это до 100 тысяч. Где-то 80, может, 90, в зависимости от монеты. Но все равно это очень маленький тираж для советского Союза. Круф и этот самый... Видишь, оно, видишь, затянуто. То есть они все... А какие-то у тебя есть из этих? Да нет, у меня пруфов в принципе нет. Но вот это вот... У меня такая есть монета. Знаешь, там постоянно делают кликбейты, что этот рубль стоит очень много. На самом деле он очень много стоит только в пруфе. А это вы собирали сам отдельно? Или это уже... Я просто в свое время положил. Собрали в такой... Ага, класс. Нет, ну они в среднем... Держи. Класс. Немного дороже. Да, да, очень круто выглядит. Помимо... Какой же есть? Остальные. Дережь не все. Да. Не, ну там есть какие-то, которые стоят чуть дороже обычных. А есть, которые, ну вот, как вот этот вот солдат, как Ленин, которые стоят в разы дороже. Казалось бы, в обычном состоянии они самые дешевые, а в пруфе они как бы самые дорогие получаются. Миша. А вот что мне посоветишь? Что ты это посоветишь взять в таком состоянии? Или можно еще поискать? Или вообще... А что ты еще поискешь? Ну тут мешковое состояние. Хорошая, да, сохран. Правда, она немного залапанная, выбери другую, там, шесть. Это обычная монета, ну, казалось бы, самая распространенная, у нее там тираж 100 миллионов. Ну, состояние, да. Ну, в таком состоянии, как бы, она редкая, потому что все они идут притертые. Но если они притерты, они ничего не стоят. Сколько такая стоит? А почему такая у вас? 80, да. Вот у юбилейных монет. У каждой монеты есть определенный тираж. В литературе специальный, там написано. Ну, юбилейка вроде известный тираж. А что-то в районе 5 миллионов, ну, в среднем. Есть меньше. Ну, шайбы там меньше миллиона, я, в принципе, по-моему. А шайбы, да. А какая стоимость вот такого набора, например? 800 гривен. Отдельно тоже можно купить там, так а у вас есть шайбы? Вот эти вот, или... А, лучше набором продавать. Ну, надо тут немножко с кодсками. Сейчас покажу вам монетку. Миша ее уже взял себе. Можно я покажу? Суббокое покажу? Вот твою. Да, догоню лапу. Да, да, хорошо. Штемпельный блеск. 3 рубля. 3 рубля. Вот еще 50. Вот еще. Миша взял. Numizmatic ств. Небольшие, конечно, потертости, но в целом монетка в очень хорошее состояние. Как вам, ребята, интересная монета? 3 рубля. Взял? Итак, ребята, продолжение видео. Вы видели, я сегодня купил монеты советов. Надо их куда-то упаковать. Где есть альбомы? Вот у нас. Лавки! Лавка удовольствия. Итак, Саш, нужен альбом под советскую ювелирку. Показывай. Запросто. Сейчас. Эксперт Елена. Так. Выдайте, пожалуйста. Отдельно. Алексею. Отдельно. Отдельный человек. Ой, так. Он за пачки. В упаковке. Ага. Чеканка. Вот. Штемпельный блеск. Да, да. Это специально. Это специально. Альбом, да. Распакуй. Распакуй. Нет, подожди, посмотри. Оооо. Ты видишь? Ребята, ссылка в описании. У нас сегодня в лавке куча гостей, а что ты не показываешь? Кого показать вам? Все. Так, итак. Я хотел к этому подвести, папа, но... Подводи, смотри. Давай. Итак, у нас... Оооо. Посмотрите, это то, что мечтал. Единственное, что... Почему оно с одной стороны только, а тут нет капсулки сквозной, но в целом выглядит довольно ярко. Ты сам печатал, что ли? Не обращай. Не обращай. Что? Я, кстати, не успел сейчас дырки, ты любишь, когда воздух дышит, я могу тебе сделать под каждую... Я просто говорю, что проблема этого альбома, это что ты, когда, ну, его сложно, короче, вставить, и хер достанешь потом. Ну, у меня такое было. У нас в лавке, как бы... У нас сложно... У нас как кого угодно. Не-не-не. Ни-не-не. Ни-не-не. Всегда. Ну, отлично, все, набор, альбом беру. Отлично. Берем, прокуплено, продано. Куплено, продано. Так, а с монетами есть такой же. С монетами? И сколько стоит с монетами? Да. Три с половиной? На самом деле дороже. И на сегодняшний день их просто нет монет. Допустим, Скорыня, вот как Миша сегодня на рынке, вот эта вот Скорыня, она дешевая монета. Но она сорокет стоит. Сорок гривен я цена, но ее нет нигде. Вот я не знаю, как он чудом достал ее сегодня. Да, я, короче, купил этого Ленина и Скорыню эту за сотку. Он говорит, ну, считай, что это подарок, потому что Скорыня сотку стоит. Да, да, на сегодняшний день, когда ко мне приходит человек, я ее продам за сотку, но у меня ее нет. А сейчас приходишь в клуб, и люди уже говорят сотку. Поэтому на сегодняшний день поднялись на них цены. И сегодня, если я попытаюсь по одной монете себе собрать набор, то он выйдет не дешевле 4 тысяч. Вот это да. Слушайте, класс. И полный набор. У нас в лавке сегодня. Леша, монеты Украины. Фартовый коллекционер. Миша, да. Миша, нумизматик ТВ. И... Не, наоборот, его надо было как боксера объявлять. Ну, ладно. И Михаил Дарводнам. Вот такой другой разговор. Вес власть. Вот так выглядит полный собранный альбом, который я приобрел у Саши лавки удовольствие. Будем потихоньку заполнять и буду вам показывать. Вообще, не моя тема, но мне привлекло то, что можно бюджетно собрать полную коллекцию. Относительно бюджетно, да. Потому что, если сравнить с монетами Украины, то однозначно это выгодное, выгодное вложение. Ну, еще я тебя заразил не могу. Да, еще, на самом деле, вот у меня не так много каналов, которые я смотрю. Немизматикс ТВ, Миша. Сегодня так рассказывал на клубе про монеты, я прям тоже захотел попробовать эту тему. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще такие темы. Потому что, в принципе, монеты недорогие, в целом коллекция недорогая, то есть, ну, в пределах там трех с половиной тысяч можно все это собрать. Притом монеты как бы красивые, но я бы не сказал, что ничем-то уступаю там украинской юбилейке. Притом это как бы более такие уже возрастные монеты. Больше лет. Какой металл? Как вообще они хранятся? Какие особенности именно этих монет? Ну, это медно-никелевый сплав у всех монет. Вот. Ну, тиражи там же просто космос. Просто миллионы. Я бы не сказал бы, нет. Ну, космос это вот этих вот монет. То есть, у этой вообще там сто миллионов. А так, в принципе, вот эти все последующие монеты, ну, там тиражи не такие уж и большие. А где глянуть тиражи? Есть какой каталог посоветуешь по монетам СССР? Ну, это общедоступная информация. Куда ты говоришь, общедоступная, ребят? Очень секретная информация. Все каталоги есть здесь. И мы можем с вами посмотреть. Ага. Так. Открываем. И смотрим, сколько стоит рубль с Лениным. Пожалуйста. Сколько стоит юбилейный рубль? Победа. Нас же не интересует, сколько стоит. Нас интересует тираж, а тут об этом не указано. А тираж тут не указано, нет? Есть степень редкости, может? Здесь есть... Пруфты. Ну, зачем вы портите мне компен? Здесь есть вся информация. Мы можем посмотреть, какие есть разновидности. Здесь тоже есть договорные цены в обычном даже состоянии. Видите, три орбиты электронов. Какие у них есть разновидности. Кстати, хотите прикол? В этих монетах можно тоже... Есть такие нюансы, как у нас в украинской ходячке с ягодами. В этих монетах есть такой прикол. Кремль. Знаете это, нет? Пострелку. Да. Приходит ко мне тип лавки. Так у меня про это ролик есть. И говорит, а вы знаете, что... Да у тебя есть про это ролик. Но вот теперь послушай меня. Приходит человек в лавку и говорит. Вы знаете, что монета с Кремлем есть перепутка. Он показывает мне на 4 часа. А, вернее, не так. Вместо цифры 4, там стоит 6 римская. То есть не палочка и галочка. Ну да, но она не сильно там дорогая-то перепутка. А он говорит, это баснословно. И представляешь, у меня есть... Она там стоит, и ривен стоит. А я говорю, нет, так слушай прикол. И он говорит, вот это редкая разновидность. Перепутка не 4, а 6. Я беру свои монеты. И у меня из 20-20 все перепутанные. Представляешь? Я говорю, купите. А я их продавал, как обычная монета. Так что вот такая вот, ребята, случая. Здесь можно все это разобрать. Сколько стоит такой каталог? Только если вы назовете промокод «Лавка удовольствий». Можно в портовый коллекционер. 120 гривен стоит вот такая книженция. Класс. Да. Все? Нет. Что у меня было сегодня из приобретения? Вот такая вот банкнота. Очень интересная. Вообще, я считаю, что нужно коллекционировать больше именно реальные деньги, а не просто сувениры. Но здесь интересна сама тематика, тематика космоса. Поэтому я эту банкнотку приобрел. Покажу вам в одном из следующих видео. Приобрел вот такой вот альбом для монет. Вы видели? У Саши в «Лавке удовольствия» его приобрел. Будем потихоньку его заполнять, так как у меня есть ценные монеты СССР. И хочется, знаете что? Хочется его заполнить и показать, как выглядит вот такой вот полностью заполненный альбом. Возможно, в будущем мы его или разыграем, или что-то с ним придумаем. Так что напишите в комментариях, как вы думаете, что стоит с ним сделать, с таким вот альбомчиком. Уже есть к нему две монетки, которые вы видели в выпуске. Вот они в отличнейшем состоянии. И дальше я обязательно начну заполнять и буду показывать и рассказывать вам более детально про эти монеты. Напоминаю, что в прошлом выпуске мы уже достигли нужного количества просмотров, а именно 2000. Значит, что мы разыграем деньги на счет на аукционе Виолити. Так что на этой неделе, ближе к среде, видео уже выйдет. Так что успейте написать там комментарий для участия в этом конкурсе и подписаться на аккаунт Виолити. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах. До скорого видео. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok